У нас единственная в городе монопрофильная больница. Что такое монопрофильная больница? Это больница, которая оказывает один вид медицинской услуги. В данном случае это кардиологическая помощь. На 200 коек эта больница. На ее финансирование в бюджете этого года запланировано 38 миллионов 600 тысяч гривен. Должностей штатных 330. Сейчас идет реформа здравоохранения. В этом случае выписаны рамочные вымоги, которые должны соответствовать наши лечебные учреждения, для того чтобы они могли заключить договора с национальной службой здоровья. Это связано с тем, что изменяется полностью система финансирования здравоохранения. Если раньше система здравоохранения финансировалась по государственным субвенциям, то есть на каждое лечебное учреждение выделялась определенная сумма бюджетных средств, которая распределялась по кодам и больница финансировалась. То есть, то теперь с 2020 года, с 1 января, государственных субвенций не будет. И каждое лечебное учреждение должно будет зарабатывать, ему будут оплачивать средства за услугу, которую оно произвело. То есть, и самое главное, что нужно вписаться в рамочные вымоги. Значит, есть больница интенсивного лечения первого уровня, второго, есть больница планового лечения. Третья больница не вписывается ни в какие критерии, которые на сегодняшний день декларировала Национальная служба охраны здоровья. Поэтому мы решили, и нас поддержали депутаты, провести реорганизацию больницы. Значит, просто третья больница перестает существовать как юридическое лицо, но все функции ее сохраняются. И эти отделения, которые находятся монопрофильные, просто присоединяются к пятой больнице. Пятая больница является правоприемником третьей больницы. У третьей больницы есть отвод земли. То есть, вот эти какие-то разговоры, я не знаю, они совершенно беспочвенные. У больницы есть отвод земли, и никто там ничего не имеет права строить, поскольку это медицинский объект. Это первое. Второе. Значит, в результате реорганизации нужно было сократить 13 должностей. Один человек написал заявление по своему желанию, остальные мы предлагали им должность, и они просто уволились. 13 человек. Была формулировка «уволить по переводу». Все лица работают, можете прийти в больницу и посмотреть. Значит, ко мне не поступало ни одной жалобы. Департамент здравоохранения, от коллектива. Люди никаких не предъявляли ни возмущений, ничего. Откуда такая вот, кто расшатывает эту ситуацию, мне мало понятно. Значит, с января месяца, как я уже сказала, идет реорганизация. Не было ни одной жалобы на то, что уменьшились объемы оказания медицинской помощи. Ни один пациент не пожаловался. Все идет в плановом порядке. У нас есть еще планы по развитию этой больницы. Нам необходимо создать такой кабинет планового обследования пациентов, для того, чтобы можно было обследовать пациентов и сразу решать вопросы, чтобы они не ходили по всему городу. А именно на базе больницы мы организовываем этот кабинет, где все пройдут консультацию, диспансерная группа так называемая, и будет определено, какие виды помощи им нужно оказывать. Есть у нас моменты, потому что нужно, например, реанимацию улучшить, расширить, и сейчас мы будем закупать оборудование реанимационное для этой больницы. У нас такие планы, в общем-то, хорошие в отношении этой больницы.